МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Здравствуйте! Расцветает весна, расцветают всевозможные желания в наших душах, ну и, конечно, увеличивается количество поводов для наших с вами встреч. В этот замечательный день мы будем говорить о самом главном мероприятии этой весны, о днях журфикса в городе Якутске. Обязательно затронем тему здоровья, ведь так, Алина? Да, сегодня в нашу студию в рубрику «Ваш доктор» придет врач-педиатр и расскажет нам все про вакцинацию. Ух ты! Ну что, и, как всегда, наша вкусная шкатулка будет радовать нас, с чем? Весна – время готовить полезные и легкие блюда. Поэтому именно сегодня я покажу, как делать гаупцы из пекинской капусты. Ух ты! Звучит вкусненько и интересненько. Будьте с нами! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А начнем мы с самого главного мероприятия этой весны. Дни журфикса в городе Якутске состоятся совсем скоро, и я рада пригласить главного виновника, главного виновника торжества, самого главного идейного вдохновителя, автора вообще всего того, что происходит вокруг журфикса и связанного с его именем, Яна Угарову, журналист, главный редактор журнала «Журфикс». Добрый день! Добрый день! Что такое дни журфикса в Якутске? Чем они будут отличаться от иных, таких любимых тобой творческих мероприятий? В марте этого года журфиксу исполняется 14 лет. Так. Очередной юбилей, как я всем говорю, да? И мы с нашей командой решили как бы порадовать жителей и гостей нашего замечательного города Якутска, вот, днями журфикса, которые пройдут в историческом парке «Россия. Моя история». Есть такое замечательное заведение, очень большое, такое наполненное, скажем, такой хорошей аурой. Вот. И 23 марта там пройдет духовный практикум «Сатсанг» с Александром Артемиевым-Куланом, который является консультантом журфикса и ведущим рубрики «В гармонии с собой». Вот. И 24 марта, воскресенье, с 12 до 6 вечера нон-стопом будут проходить всякие интересные, полезные, позитивные мероприятия, в том числе шоу со звездами, показы модельеров, киноклуб. Можно будет карту желаний делать с девушкой с обложки нашего номера Натальей Гуляевой. Буквально позавчера Наталья Аконечникова, знаменитый наш фуд-фотограф, блогер, сказала, что она готова презентацию своей новой книги кулинарной представить у нас на днях журфикса, потому что Наташа является ведущей нашей рубрики «Вкусно, быстро и легко». Так. Вот. То есть, как бы, много героев будет, много авторов будет. Вот. И героев еще будет не только тех, которые были, но и тех, которые будут. А вот интересно вопрос. Обычно отмечают 5 лет, 10 лет, 15 лет. А почему у вас 14 лет? А мы каждый год. Да, Оля знает. Вообще, я хочу сказать, да, что когда журнал «Жопсихс» только появился, это было в 2005 году, ну, все ему предрекали, что он скоро помрет. Я прошу в журналы, что тогда смотрели. Типа, да, что ненадолго это все, да. Ну, и поэтому мы отмечали год, два, три, да, потому что, ой, ну, как бы, да. Сколько нам отмерено. Да, сколько отмерено, да. Я просто хочу сказать, что, естественно, 5 было с помпой. Это был гранатовый журфик в Национальном художественном музее. Потом 7-8 лет мы отмечали. 10, естественно, это было очень большое событие. Там с выставкой, со всеми делами, с флешмобами. Вот. И надо сказать, что после 10 лет мы уже дни рождения отмечали коллективом, да. Вот. А в этом году, не знаю, то ли весна такая хорошая выдалась. Вдруг мы подумали, а почему бы нам так вот не размахнуться и не покуситься вот на такое большое-большое мероприятие. Тем более, что вот 24 марта вход абсолютно бесплатный. Ну, возможно, там будут какие-то некоторые такие вещи, на которые там чисто символически надо будет заплатить. Ну, в силу того, что там расходные материалы, например, моментальное фото, да. Вот. Или портреты там на скорую руку. А так, в общем и целом, вход бесплатный. Можно, мы как-то так предусмотрели, что там будут аниматоры. И я хочу сказать, пользуясь случаем, огромное спасибо колледжу культуры и искусств, которое нам, Захару Николаевичу, за то, что вот они как бы нас очень хорошо поддержали. И у нас будут и студенты, и преподаватели колледжа активно участвовать. Как здорово. Интересно, здорово. Так, это все 24 числа. Начало? В 12 начинаем. И до 6. И я еще хочу сказать, что в 5 часов у нас будет лотерея. С очень вообще роскошным призом. Там будет шоппинг со стилистом, с последующей съемкой в журнале Журфикс и публикацией, да. И там еще мы такую интересную вещь придумали, что в этой лотереи могут принять участие те, кто поставил такие штампики у участников выставки. То есть это своего рода будет квест. Надо будет ходить. И вот эти штампики ставить, да. И у тебя много штампиков, ты кладешь в барабан свою, вот эту вот бумажечку, да. И в таком случае ты участвуешь в розыгрыше лотереи, в которой будет очень много хороших призов. Ну и вот главный, это вот такой прямо очень журфиксовский шоппинг. Что за приз вообще интересно? Ну вот это будет шоппинг на хорошую сумму, в очень хорошем магазине, да, который с вами сотрудничает. Вот. И потом стилист вот поможет победителю нашего конкурса, значит, вот одеться. Потом его уложат. Да, сделают красивый макияж. И потом это у нас выйдет в журнале Журфикс. То есть преобразовательство. Еще я хочу сказать, что у нас в Инстаграме на Журфикс Жур проходит еще один очень интересный конкурс. Надо просто поставить фотографию своей семьи, написать о том, какая семья хорошая. И потом вот участники вот этого конкурса имеют возможность сняться в проекте «Преображение». Классно. Там же вот 24 числа. То есть как бы я призываю активно в этом участвовать, потому что, на мой взгляд, вот нам иногда задают такой вопрос. А может ли там какой-нибудь обычный человек попасть на страницу Журфикса? И вот сейчас есть прекрасная возможность, собственно, вот, во-первых, принять участие в розыгрыше лотереи. Во-вторых, участвовать в наших конкурсах, которые сейчас вот в Инстаграме на Журфикс, нижнее подчеркивание, Жур, проходит много интересных конкурсов. Участвуйте, побеждайте и попадайте на страницы самого глянцевого журнала Журфикс. Долгожитие. Вы сказали про, что кулан будет выступать, да? Нонсанг – это что такое? Сацанг. Сацанг – это слово, да, сацанг, оно из санскрита, и означает это такой духовный практик, в котором люди имеют возможность задать вопросы просветленному человеку и получить ответы на какие-то жизненно важные для них вопросы. Как будто ты во Вселенную обращаешься. Да, и учитывая, что кулан очень такой человек, вообще очень глубокий, интересный, очень востребованный за границей, да, в Москве, в Санкт-Петербурге у него проходят семинары, собирающие там по несколько сотен человек. И то, что в Якутске он проводит вот такое, я считаю, что это очень, вообще, как бы, очень здорово. Вот, и то, что он попросил нас помочь в организации вот этого первого такого сацанга в Якутске, на мой взгляд, это здорово, и, ну, в общем, скажем так. Это бесплатно? Мы все станем просветленными. А вот придешь и узнаешь, тебе все расскажут, смотри, и приходят. Билеты продаются в кассе кинотеатр «Центральный» и на афише «Екатэру». Слушай, ну, раз на день рождения, как правило, к дню рождения какие-то все равно итоги для себя человек подводит, а у вас целый журнал, вам есть чем похвастать, особенно в свете последнего мероприятия большого вами организованного. Что в этот год произошло такого хорошего, с вашей помощью сделанного? Ну, любо вами лично придумано. Вот, я пока не могу сказать за 2019, потому что он идет, и он еще не закончился, но по части прошлого года, я хочу сказать, что то, к чему я имею непосредственные отношения, ну, конечно, со свечкой я там не стояла, да, моя самая лучшая в мире дочь родила мне самого лучшего в мире внука. Ой, поздравляю. Спасибо большое. Это самое главное. Вот, это просто как бы огромная радость в моей жизни, которая, вот, даже мысли о моем любимом внуке меня всегда вот обновляют и радуют. Здорово. И я еще хочу сказать такую вещь, да, что теперь вот бабушки вообще пошли молодые, да, и к эсэху мы хотим сделать такой фотопроект «Молодые бабушки». Ну, Оля, мы подумаем на эту тему, да, и уже несколько звезд согласились в этом участвовать, вот, потому что вообще тема такая тоже сама по себе интересная, да, потому что мамочки мамочками, да, но бабушки такие деятельные, молодые, энергичные, которые внуков не только могут на кружки водить, да, но и что-то другое им дать, да, это вообще новая тема какая-то. Да, сейчас у нас много молодых бабушек появилось. Много. Вот сидит дважды бабушка. Скоро трижды, так что. Круто. Все будет хорошо. Слушайте, ну, это здорово. Вообще, тема благодатная. Мне очень нравится, я не устаю это повторять, что журфикс, вот эту семейную тему, он очень четко всегда прослеживает. Ценности у нас всегда традиционные, и я на этом очень сильна, и журнал, конечно, от этого очень выигрывает. Почему именно семья оказалась в фокусе внимания? Ни профессия, ни работа, вот сразу как-то пошла семья. Вообще, как бы, еще раз я хочу сказать, что журфикс означает прием гостей в определенный день недели, да. Гостей мы принимаем, ну, все равно, как бы, даже, допустим, если я одна принимаю гостей, то все равно прием гостей вообще какое-то такое понятие домашнее, семейное, связано со вкусностями, да, вот с приятными разговорами, там, то есть, и все равно это вот, как бы, скажем так, основа в семье. Наверное, возможно, потому что у меня самые лучшие в мире родители, да, мама с папой, папе недавно 75 лет исполнилось, вот, у них прямо вот как родовое гнездо. И на каждые праздники они собирают всех своих детей, всех своих внуков, теперь еще правнук приходит, да, вот, и для меня понятие семья – это святое. У каждого человека должно быть что-то святое, вот, для меня это семья, и поэтому журнал «Журфикс», он пропагандирует семейные ценности. Вот то, что очень близко всем людям, а нам, жителям республики Саха-Якутии, да, вот, северного района, да, в котором такой климат особенный. Очень здорово. В чем секрет счастья вашей семьи? Я думаю, что на любви и понимании, и поддержке, потому что, как бы, вот, вот, мои родители очень поддерживают нас, своих детей, да, вот, ну, и поэтому, наверное, вот, мы прямо чувствуем себя таким, каким-то вообще кланом таким, да, дружным. Который, возможно, мы каждый день там не делаем какие-то звонки, какие-то сообщения, типа «Доброе утро, семья!» Вот такого у нас не происходит, но когда нужна бывает поддержка, помощь, я всегда знаю, что я могу рассчитывать на своих близких и родных, ну, вот, и, как бы, теперь скоро подрастет внук, то уже будут умерщены. И буквально чуть-чуть времени для того, чтобы… Будут какие-то новые рубрики у вас в журнале? Планируется что-нибудь? Хороший вопрос, да, вообще, для тех, кто вот читал первый номер в этом году, мы сделали какие-то свои направления такие, да, и хотим, чтобы он, кроме всего прочего, кроме того, что он красивый, несет позитив, он был еще и полезный. То есть у нас абсолютно замечательный ведущий рубрик, вот Наташа, конечно, про которую я говорила, да, Надежда Васильева, психолог, сейчас у нас есть финансовый консультант Лина Жиркова, да, и вот будет фэн-шуй-консультант Наташа Гуляева. И, в общем, он будет вот нести какую-то пользу, и в связи с этим будет много каких-то новых рубрик. Об этом чуть-чуть позже мы расскажем, можно? Потому что нам пора прерваться, но ненадолго, будьте с нами. И мы возвращаемся к разговору. Мы прервали Яну на самом интересном месте, когда она собиралась раскрыть завесу тайны над тем, какие же рубрики добавятся у нас в новом журфиксе, обновленном, так сказать. В этом месте я хочу сказать, что очень много, что диктует сама жизнь, во-первых, а во-вторых, нам подсказывают наши читатели. Нам пишут письма, пишут наш в Инстаграм, да, вот напишите об этом, там, допустим, интересные есть герои в рубрику «Наши за рубежом», да. И вот к каким вещам мы прислушиваемся. И я еще хочу сказать такую вещь, да, что на самом деле все, кто придет на день журфикса 24 марта, они имеют возможность попасть в журнал, потому что будет очень большой фоторепортаж об этом мероприятии. Много фотографов, в том числе студентов колледжа культуры там будет задействовано, да, которые вот прямо будут по всем углам снимать, и потом мы это все опубликуем. Поэтому хотите попасть на страницу журфикса, приходите 24 марта в исторический парк «Россия Майстерия». И на экране вы видите афишу «Дней журфикса в городе Якутске», на которой все написано подробно, хотя Яна нам и так хорошо все рассказала. Ну и еще два слова, как пожелания нашим телезрителям. Так. Будьте в позитиве, смотрите «Город женщин» и жизнь прекрасна. Спасибо большое. Ну а мы уже спешим продолжить глянцевую тему, но несколько с иной стороны. Многие девушки мечтают быть моделями, да, даже до сих пор, но не знают, что скрывает за собой блеск этого глянца. И сейчас вы увидите эксклюзивный сюжет, снятый специально для нашей программы. Передаю привет из города Чикаго всем телезрителям канала НВК, САХА и программы «Город женщин». Я работаю моделью уже на протяжении 15 лет. Нет такого понятия, как подиумная модель и фотомодель. Вот этого такого понятия нет. Но есть такое понятие, как коммерческая модель и модель с хай-фэшн. Когда я начинала свою модельную карьеру, я как раз-таки начинала с хай-фэшн. Я делала ранвейс, я делала все различные фэшн-шоус, я летала на фэшн-викс. И это продолжалось около 4-5 лет. К счастью или к сожалению, модели, делающие подиум, не могут работать на коммерции. Они должны делать только эдиториалы. Они могут делать какие-то очень высококлассные бьюти-кампейны. Они могут делать ранвей, и они могут делать кампейны уже каких-то крутых брендов. Стандарт-дизайнеров. Модели, которые работают в хай-фэшне, они не имеют возможности зарабатывать. Они зарабатывают, но это несопоставимо с тем, что я начала зарабатывать после своей фэшн-карьеры. Именно тогда, когда я стала коммерческой моделью, когда я пришла к своему агенту, сказала, знаешь, я больше не хочу делать фэшн, я хочу зарабатывать деньги. Я начала реально зарабатывать. Зарабатывать очень много. То есть для меня очень простой, из очень обычной, среднестатистической, даже ниже среднестатистической семьи, из Санкт-Петербурга. Те деньги, которые я зарабатывала на коммерции, для меня это просто ар-фэспейс. Коммерческая съемка именно для такой рекламы баннеров на сайте. Она как бы подразумевает под собой что-то, нежели больше, чем обычный икам. Икам – это просто когда ты фотографируешь спереди, сзади, возможно, какая-то деталь, возможно, там, вид со стороны. Это называется икам. То есть когда вы открываете любой магазин, интернет-магазин, вы видите, что там девочки вперед-назад – это чистый икам. А когда вы видите какую-то красивую картинку, стилизованную картинку, это как раз таки уже называется больше как или коммершн, или эдиториал, или ад. Надеюсь, вам понравилось. Желаю вам отличного дня и хорошей недели. Смотрите телеканал НВК и Город Женщин. Увидимся. Нам действительно понравилось, и некоторые вещи мы слышали. Но впереди у нас рубрика «Ваш доктор», которая скажет нам о здоровье, точнее о вакцинации. Ну что ж, сегодня в нашу рубрику «Ваш доктор» к нам пришел врач-педиатр Ниргустана Васильева. Расскажет нам сегодня о привыкках вакцинации по пневмококковой инфекции. Здравствуйте. Здравствуйте. Девочки, вы слышали про пневмококковую инфекцию? Слышали, но не очень хорошо понимаем, что это. Расскажите. Так, пневмококковая инфекция, да, это причина таких заболеваний, как менингит, как пневмония, да, в первую очередь, как бактериемия, сепсис, средний айтит. Пневмококк, возбудитель этого заболевания, он является, ну, одной из первых причин детской смертности. Ой, а откуда берутся эти пневмококки? Так, пневмокок, он, дети, да, или люди заражаются посредством, вот, при тесном контакте, вот, при разговоре, воздушно-капельном, при кашле, да. Есть носитель, на которого не действует, или он просто? Да, есть, например, вот, больные люди, да, которые вот именно вот при кашле вот заражают окружение, и есть здоровые носители, которые вот не знают о своем заболевании, да, и могут вот по незнанию вот заражать своих близких, своих детей, вот, окружение, да. Как защититься? И вот как защититься, вот как раз вакцинация, да, существует от пневмококков? Так, вот вакцинация от пневмококковой инфекции, она вошла в нашу жизнь относительно недавно. Она есть в календаре национальных прививок, и вот, например, детям она, ее вакцинируем с двухмесячного возраста. Уже начинает вакцинировать, обязательно в порядке. Да, ну, он входит в календарь, но вакцинация это дело добровольное от родителей, да, вот, например. И, конечно же, педиатр перед этим смотрит состояние ребенка, то есть могут быть временные противопоказания, да, например, если ребенок недоношенный, если ребенок в этот момент болеет, да, рви может быть. Поэтому все на усмотрение, вот, индивидуально педиатра участкового, и, конечно же, вот, работа должна быть именно вот родителей, участковый педиатр, и вот все вместе, вот, именно для защиты ребенка. А какие-то осложнения после прививки могут быть? Осложнения могут быть после прививки, да. Например, вот, после прививки она ставится в первый раз в два месяца, да, повтор ревакцинации ставится в четыре с половиной месяца, и третья, да, последняя ревакцинация, она ставится вот в 15 месяцев, да. Но могут быть рамки, конечно, вот, могут отодвигаться сроки, да. После прививки могут быть лихорадка, да, у ребенка может быть температура, ребенок может быть капризным, становятся дети капризными, ну, общее недомогание тоже может быть, да. Для этого, чтобы избежать вот таких осложнений, участковый педиатр смотрит ребеночка, да, возможно, по показаниям перед этим они задают общий анализ крови, да, чтобы там и анемии не было, чтобы там воспаления, лейкоцитов не было, да. Конечно, вот перед прививкой осмотр ребенка, да, термометрия, то есть измеряем температуру тела ребеночка, да, ага, потом в общей спокойной обстановке ребенок получает прививку, да, потом, после него, тут, конечно, важна психоэмоциональная сторона, то есть родитель должен быть спокойным, да, то есть ребенок чувствует вот отношение. В отношении матери или отца вот прививки. Простите, перебью, но если в два месяца, допустим, мамочка на волне вот этой новой идеи, что не надо вакцинировать, отказалась, а потом пришла в себя и спустя там года два решила вакцинировать, возможно ли, меняется ли возраст ребенка, можно ли в более позднем возрасте? Ага, например, да, вот по каким-то причинам или по отказу родителей прививка не была осуществлена в сроке, да, тогда вот, например, до пяти лет, с двух до пяти лет прививка ставится однократно. То есть защита тоже есть, ага, но именно вот в чем причина, да, вот такой ранней вакцинации ребеночка? Например, некоторые могут сказать, вот, например, я вакцинирую ребенка, ну вот в три там, в четыре, да, когда он вырастет, когда вот он более стабильный. А, потому что вот если ребенок вакцинирован в два месяца, то есть трехкратно, да, уже получил комплекс защиту, да, и ребенок, который не получил, и, например, мама думает вакцинировать ребенка там в четыре, в пять лет, да, но риск столкновения вот именно с этой бактерией очень велик, потому что вот это детский сад, да, могут быть дети-носители, вот именно по площадке детишки, да, родня, сестры, братья, вот риск большой, и поэтому отлаживать на большой период прививку, ну, не рекомендуется. То есть получается ранняя профилактика заболеваний, связанных с пневмококковой инфекцией, получается, да, вот два месяца, если получать? Да, профилактика ранних заболеваний, таких как пневмония, осложнение, сепсис, и... А взрослые люди, они получают прививки, вот не только дети, взрослые, пожилым же тоже показана такая прививка. Мы можем, например, получить? Да, по желанию, конечно, можете получить, да, в поликлиниках по месту жительства. Это будет действенно, да, или нет? Это будет действенно. И вот ВОЗ, да, Всемирная организация здравоохранения, она именно рекомендует детей прививать до пяти лет, да, до пяти лет, потому что вот они как, чтобы предотвратить дальнейшие вот осложнения, и людей пожилого возраста старше 65 лет, так как тоже организм иммунно слабеет, поэтому тоже им однократно. А, то есть старше 65 лет тоже может к вам прийти? Да, тоже могут. А если он уже там вот какие-то... Переболел чем-то. Невмония у него была, например, тяжелая, да? Если вот, например, тоже некоторые вот думают, да, если вот кто-то переболел, да, то уже все в порядке, да. Потому что эта пневмония, она же не дает вот пожизненный иммунитет. Да, ему не дает, конечно. Ага, не дает, так как ветряная оспа, там, как другие заболевания, да, пожизненный иммунитет не дает. Вот поэтому риск того, что человек заболеет повторно, имеется, тем более вот ослабленный организм, есть очаг затемнения, например, в легких, да, если это конкретно пневмония, то лучше, конечно, вакцинировать. То есть своих родителей и своих детей нужно вакцинировать, получается? Да, своих родителей и своих детей. А вот ваше отношение как врача к прививкам, вот к вакцинации, как вы относитесь? Нужно делать или не надо? Ну, как врача-то, понятно, что нужно. Ну, почему, да? Ну, как мама, например, как врача-мама, да, получается. Например, вот, ну, когда я вот родила ребенка, да, 4 года назад, вот эта прививка, она только-только вошла в календарь прививок и была новая. Так, вот на этой интереснейшей теме мы делаем паузу, а продолжим сразу после рекламы. Ну, а мы возвращаемся и сейчас узнаем, что наш врач, как мама, советует делать все-таки за прививки или против них? Вот, например, 4 года назад я родила ребеночка, да, и тогда вот эта прививка, она только вот входила, ну, вошла в календарь национальных прививок. И у некоторых родителей было отношение двоякое, да, некоторые вот боялись, да, может, мы попозже сделаем ребеночку, ну, перед садиком, например, да. А я вот привила ребеночка, да, своего именно вот в сроке, не нарушая вот 2 месяца первая вакцина, вторая вакцина в 4,5 и с ревакцинацией в 15 месяцев. Ага, и? И как вы считаете, есть результат? Ну, я считаю, что вот вы много общаетесь, куда-то ездите, ходите с ним, да. Да, он ходит уже, он с 2 лет уже пошел в садик, сначала в частный, потом в муниципальный, да, тю-тю-тю, но реже болеет, да, по сравнению со сверстниками. Легко переносится, да. Адаптационный момент перед садиком, вот когда вот все дети болеют, сидят по 2 недели дома, да. У него вот прошла более мягче, более спокойнее, да. Без осложнений получше. Без осложнений. И своим родителям на участке, так как я участковый педиатр, я советую вот прививаться именно в сроки, в ранние сроки. А тем, кто вот, например, не успел, да, уже детям уже 4-5 лет, им уже идет однократно, вакцинация однократно. Тоже имеет смысл. Да, тоже имеет смысл, потому что детям ослабленным, у кого есть хронические заболевания, у кого есть, например, аллергия или бронхиальная астма, конечно, имеет смысл исключить вот риск заражения невмоковка. Спасибо вам большое. Пожелания, скажите нашим женщинам. Пожелания родителям, как педиатра, да. Берегите себя, берегите своих детей, берегите свою семью. Важнее, конечно, здоровье и психоэмоциональное состояние в семье. Будьте всегда позитивными. Спасибо вам большое за то, что нашли время и пришли к нам. Спасибо. Спасибо за приглашение. Мы рады уже встретить новую гостью в нашей студии. Это Елена Диандурова, это блогер, человек замечательный. Проходите, проходите. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Прямо посередине присаживайтесь и рассказывайте, как вы дошли до жизни такой. Все началось в прошлом году, когда я поставила себе цель прочитать 100 книг. Так. И сейчас это все продолжается. И я тогда, когда читала, я поняла, что из этих книг можно извлечь очень много полезного и использовать это в реальной жизни. Я хочу предысторию немножко рассказать. Дело в том, что Елена у нас задалась вот такой целью читать 100 книг каждый год совершенно не случайно. Ведь так же? Да. Расскажите об этом. Ну, я вообще очень люблю ставить всякие челленджи. До этого я прочитала 50 книг. Я подумала, ну, цифра 100 как-то звучит. Круче, да? Да. И решила поставить себе такую цель. И в итоге я это сделала. Они вот такие тоненькие, эти книжечки? Нет, это вот такие вот. Да? Ну-ка расскажите, как вам удалось? Когда успеваете читать? Я читала везде. Я, кстати, за тот год отказалась от соцсетей на полгода. Мне хватило на полгода. Я читала везде. Пока я жду ситофора, пока я жду чашку кофе, пока я даже иду по улице. Я везде читала. Да, я читала электронные книги. Это именно читаете, не аудиокниги, именно? Да, именно чтение. А вы освоили вот это скорочтение? Нет, обычный самый бабушкин метод. И вы не купились из ритма, и ступник прочитали за год? Да, я смогла прочитать, и сделала это совершенно без какого-то принуждения, очень расслабленно, просто читала, жила в своем ритме, и это получилось. А вы с детства любили прям читать, да? Наверное, да. Это я люблю с детства читать. А какая книга что-то больше всего запомнилась? Больше всего мне запомнилась книга «Путь эссенциалиста», потому что эта книга, на самом деле, очень спорная. Когда я читала, я все время, да не может этого быть, да как такое может быть? И все время спорила с автором, и он там показывает тему очень так на острие. И ты думаешь вообще, как это вот может быть, и потом начинаешь думать, где-то он все-таки прав, и надо использовать его метод. И эта книга мне очень помогла. Потом я бы еще отдельно выделила книгу Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма». Это вообще книга о том, что проблемы, они есть, и их лучше решать. Не убегать, не усугублять ситуацию, а именно решать. Лучше страдать, да? Да. Хуже уже не будет. Лучше пострадать, но в действии. Плюс на диване, знаешь. Да, кстати. Но через страдания как раз и приходит. Проблемы Белла Гейтса, наверное, приятнее, чем проблемы бомжа. Давайте пострадаем, и будет нам счастье. Да, и вот есть еще книга София Маруза, это «Геллбосс». Это совершенно замечательная книга о том, как она начинала свое дело без каких-то капиталовложений. Просто потому, что она в самом начале карьеры, когда исполнилась 18 лет, испортила свою кредитную историю, не могла нигде взять кредит. Да, причем она взяла себе трусы, Виктория Сикрет, и не оплатила. Вот, да, и поэтому ей пришлось все делать на своем голом энтузиазме. И она потом купила уже себе Porsche Cayenne за наличку. Потому что ей уже никакой банк не дает кредита. А у вас что-нибудь изменилось после ее чтения? Да, после прочитания. Что вы взяли на вооружение? Во-первых, я себе поставила цель продолжать читать эти книги. В этом году 200 книг. Не надо, здесь количество неущих качеств. Да, я на самом деле начала применять эти книги. У меня появился крутой ежедневник, своя система, где я, кстати, еще использую метод из книги о магии утра. Правда, зимой очень тяжело просыпаться в 6 утра, да, ну вроде как сейчас весна, уже надо начать практиковать. Вот, у меня появилась система планинга у себя. Потом я научилась как-то более, как сказать, решительно смотреть на свои проблемы. То есть я чувствую, что у меня есть какая-то поддержка, что вот эти крутые чуваки, они тоже проходили через такое дно. И они же как-то смогли выкарабкаться, значит, я могу, я ничего не отмечаюсь. Да, и все у меня получится. Получается, они как уже друзья, как получат советники, друзья. Да, это именно такие опосредованные наставники, потому что я не могу позвонить им, сказать, давайте пойдем выпьем кофе. Но я зато могу достать их книгу и почитать. А почему электронные, а не бумажные? Все купи. Потому что я стараюсь по жизни сокращать потребление, сокращать мусор, свой углеродный след, да, поэтому я принципиально читаю электронные книги. И просто бумажные книги надо долго ждать, пока они появятся в продаже, заказывать, где-то искать, находить, одолжить или иногда даже красть. Но ты при этом продолжаешь быть блогером. Но лучше покупать электронные. Да, я продолжаю быть блогером, я веду дневники на сайте Екатерина и веду в Инстаграм, где рассказываю о том, какие книги читаю, отзывы оставляю, рассказываю о своем начале пути предпринимателя и вообще о своей повседневности. Но ты чувствуешь какую-то обратную отдачу? Конечно, да. Запросы от людей есть на твои? Иногда я просто стою на улице и ко мне подходят и говорят, вы знаете, мы читаем ваш блог, спасибо вам. Иногда друзья говорят, я прочитал твой блог, хочу тебе отправить кофе из какой-нибудь страны или еще что-то такое. И это просто потрясающе. Это плюс получается с вот сетей, да? Да, и при том, я сама по себе не очень интересный человек, но кто-то может прочитать мой блог и захотеть познакомиться со мной. И это классно на самом деле, делать такой нетворкинг. Кофе и книги в вашей жизни взаимосвязаны? Что? Кофе и книги. Да, они взаимосвязаны, потому что обычно я читаю книги и пью кофе. Какой кофе вы почитаете? Я люблю черный кофе, заваренный на воронке. Наверное, это будет Эфиопия. Вот. Вот видишь, средний обжарки. Сейчас мне интересно отношения. Сейчас неоднозначные же отношения, да? Кто-то за, кто против. Какое ваше отношение? Очень много времени же, например, мы проводим. Конечно же, как и большинство людей, у меня утро начинается с просмотра Инстаграма. Я не скрываю этого. Но я стараюсь реально ограничивать. Я поставила себе время, 30 минут в Инстаграме в день, и все. И когда я выхожу из этого времени, уже стараюсь себе. Да, мне кажется, нам вообще по жизни важна осознанность. Мы должны... Наше время — это наше богатство, и мы должны этот ограниченный ресурс как-то правильно распределять. И тратить это на просмотр чьих-то фотографий, кто что поел, кто куда сходил, мне кажется, это очень неблагодарно. Лучше прочитать интересные книги, с кем-то интересным пообщаться. И как-то вообще тратить время на жизнь, а не просмотр чужой жизни. Но полностью отказываться от них вы не советуете. Я не советую, потому что у многих может быть бизнес завязан на соцсетях. Это, опять же, способ познакомиться с интересными людьми. И все-таки этими благами надо пользоваться, но пользоваться с умом. Ваши пятерки любимых книг есть еще парочка. Расскажите о них, пожалуйста. Да, это «Магия утром». Это тоже очень интересная книга, тоже очень спорная. Автор после автокатастрофы полностью поменял жизнь, осознал многое. Ну, то есть, такой столкнулся с бездной, и он что-то такое узнал, и этим делится с людьми. И там есть интересная практика не просто просыпаться в 5 утра, а просыпаться и что-то такое делать, создавать свои утренние ритуалы. Вот как раз инстаграм-то свой, и просматривайте. Вот вам и время. Да, можно еще вести списки, медитировать. Он еще проповедует такой фрирайтинг. Просто берете белый лист и просто пишете все, что приходит в голову. И говорят, это очень здорово освобождает. Поток сознания? Да, от какого-то ментального мусора, который у вас копится, или же показывает, что вот у меня есть какая-то проблема, которую мне надо проработать. Слушайте, ну просто какая-то энциклопедия советов полезных, да? Да, проект счастья, книга про что? Кстати, да, это написала Гретхан Рубин, она нью-йоркский адвокат. То есть это не просто там какая-то кто-то решил написать, да, а кто-то вот за что-то взялся и сделал. Она подумала, вот у меня там жизнь что-то не очень счастлива, вот здесь-здесь у меня проседает, составила список, разбила свою жизнь на сектор, расписала это все по месяцам, и начала это делать. Она изменила отношение к потреблению, изменила отношение с мужем, с детьми, с окружающими, со своей работой, и в итоге, в конце года она подвела итоги, и пришла к выводу, что все-таки она стала немного счастливее. Да, так что это стоит. У меня есть эта книга, я до сих пор не добру. Это что так, я в очереди. А вот сами не хотите книгу написать, да? Я пишу книгу. Пишите? Да, и это на самом деле детектив, потому что я еще помимо книг по саморазвитию очень люблю читать детективы. Видимо, кто, о чем любит читать, тот об этом и пишет. Вы любите развивать детективный метод? Скорее всего, да. Но там будет очень много интересного, именно связанного с Якутией. Так что это будет такой... Здорово. И когда она выйдет? Не знаю, может, лет через 10. Так не торопясь. Я пишу в свое удовольствие, да, как писала «Унесенный ветром» Митчелл. Очень интересно. Слушайте, ну такой потрясающий человек. Я надеюсь, что связь наша с вами не прервется. Да, обязательно зависит. Пусть и не в Инстаграме, но в другой социальной сети мы обязательно найдемся. И, конечно, если вы выложите свой список книг, а он у вас наверняка где-то выложен. Обязательно выкладываю. Мы будем потом обмениваться мнениями по поводу прочитанного. Ну что, очередной интересный гость, а впереди будет еще интереснее и вкуснее. Я обещала самую вкусную часть нашей программы и обещание с удовольствием исполняю. Точнее, сделаю это не я, а наша хозяйка шкатулки вкусных рецептов. Добрый день. И снова в эфире рубрика «Шкатулка вкусных рецептов». И я ее ведущая Ирина Дегтярева. И сегодня мы будем делать необычное оригинальное блюдо. Это голубцы из пекинской капусты. Тебе помощники нужны? Ирина, можете подойти. А я спасибо, хорошо. Посмотрим. Значит, для того, чтобы нам сделать голубцы из пекинской капусты, нам нужна сама капуста, вот такая, куриный фарш. Можно смешать его с рисом, а можно и без риса. Обычно в голубцы кладется рис. Можно говяжий фарш взять, можно все, что угодно для начинки. Так. И делаем заранее обжарку из моркови, лука и двух столовых ложек томатной пасты. Если у вас нету моркови... А если у меня больше овощей, там заморозочка... Можно сделать заморозку. Да, вот что я и сделала, с собой принесла. Как приступаем, да? Почему пекинская? Почему пекинская? Потому что она ничуть не хуже нашей белокочанной. Во-первых, она очень нежная по сравнению с обычной капустой, да? Такая мягкая и низкокалорийная в 100 граммах, содержится всего 16 килокалорий. Так. Это блюдо для худеющих. Как раз и для нас получилось. Если бы мы хотели похудеть, девочки, мы бы похудели. Берем капусту. Так. И отрезаем от нее заднюю часть. Для чего мы это делаем? Да. Вот так вот. А, чтобы листики были такие. Да, чтобы у нас листочки очень легко вот так отходили, да? Разобрали вот так вот и складываем их в мисочку. Но они же какие-то маленькие. Да, они маленькие, да. Такие мини-голубцы у нас получаются. Наш ответ Японии, скажем так. У них суша у нас мелочек. И заливаем вот эти наши листочки крутым кипятком. Значит, у нас тут уже подостыла вода. Ну, попробуем. На 5 минут. Так. Засекаем время. 5 минут они у нас должны постоять и немножко размягчиться. Еще стать более мягкими. Так. Так. А вот эта белая часть, что мы с ней делаем? Мы с ней можем делать салаты. Украшение, да? Да. Самый популярный салат с пекинской капустой какой? Овощной? Цезарь, конечно. Мы такие кулинары. Вместо салатных листьев можно использовать пекинскую капусту. И потом кулинары всего мира, кстати, предпочитают именно вот эту белую часть, потому что именно здесь содержится больше всего витаминов и микроэлементов. Ух ты! Да. А вообще пекинская капуста, больше всего она славится тем, что в ней есть так называемый лизин. Лизин для чего? Не знаю. Для долголетия, для здоровья человека, да. Так, ну вот, ждем. А вы с пекинской капустой что-нибудь готовите? Мы салатик делаем, от них не цезарь. Знаете ли, обычно овощной, да. Быстренько порвали и все положили. Что добавляете? Как? И заправку какую? Ты понимаешь, ты так и говоришь об этом заправка. То есть я маслом полила, соевый соус, все. Ну для того, чтобы он был диетический, обязательно, говорят, можно использовать оливковое, либо лимонный сок, либо просто уксусом полить можно. Так. Здесь у нас стоит журнал. Это весенний номер, вкусная шкатулка рецептов. Можете его приобрести во всех магазинах торгового, книжного маркета. Также в торговом центре Тоймада, магазин Кискома, первый этаж. А скажи, сама ты любишь читать что? Вот мы только что допрашивали девушку, так усиленно. Я люблю читать детективы. А, поэтому ты так оживилась. Да. Ждешь? Очень люблю читать детективы. Раньше я вообще увлекалась Агатой Кристи. Кто ж не увлекался Агатой Кристи. А Алина? Надеюсь, это не была врачебная энциклопедия какая-то, нет? Ну почти. Я люблю читать такую литературу. То есть ты взяла анатомию? И книги, написанные, например, врачами люблю читать. Их, это биографические книги. Это мне очень интересно. Ух ты, как здорово. А вот вся художественная литература, это... А ты какие книги любишь? Ну я достаточно... Русских классиков, наверное. Русских классиков я очень люблю, конечно. Но я их начала читать очень поздно после школы. То есть прошло там лет 15 после школы. После чего я начала читать русских классиков. Поняла, что в школе я ничего не понимала. Напрасно совершенно надо перечитывать обязательно. Вот, кстати, тоже самое. Зарубежных классиков очень люблю. И то есть именно почему говорю классики? Потому что для начала базовый багаж и все. Потом пошла специализированная литература. То есть там радиотелевидение. Психология обожаю. И все вот эти корт-ресурсы, про которые она говорила, и у меня тоже есть. Ну а что касается вот такого рода литературы, рецептов, я ее очень люблю, потому что, наверное, не умею готовить особо. То есть я не то, чтобы не умею, но не так трепетно к этому отношусь, как Ирина. Ну давайте попробуем. Давайте. Взяли мы вот этот капустный листочек. Теперь мы обязательно отрезаем вот эту белую часть, потому что она слишком толстая. Вот так осторожно. Ложечка. 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 Чуть-чуть потоньше делаем, да, или как? Так. То есть совсем чуть-чуть. Как-нибудь. Так. Так. Просто вот так вот. Убираем, видите, и он... Утончаем. Утончается, да. Переворачиваем. И можем делать голубцы. Берем куриный фарш. Так. Господи, какой маленький кусочек. Ложечка, да. Ложечка, гиетическое получается. Гиетические голубцы. Что же это такое-то? Весна, все худеют. Может какая-то есть... Все готовятся к отпуску. И вот так вот заворачиваем. Как обычно. Они бы уже вырастили бы, китайцы же все-таки, пусть вырастят на большую пекинскую капусту. Чтобы мы вот так вот не заморачивали, а сделали бы голубец так на всю семью. Вот такой вот голубец получается. Конечно, у нас кипяток совсем остыл, поэтому капуста у нас не размягчилась. А когда размягчается, она спокойна. А получается, да, вот такая вот мягкая. Я перед этим сделала послушную. Понятно. А так зубочисткой придется потом. Я тебя сейчас на ухо обнесу. Таким образом делаем дальше. Можно немножко выжать, чтобы она слишком мокрая не была. Вообще вы голубцы любите, да, сами? Ну, я особо... Ну, вот эти голубцы мне очень нравятся. Они очень вкусные. Советую всем приготовить. Сейчас попробуй. Попробуй. Я все же, когда она мне овощные голубцы сделает. Понимаешь, я же как тот человек, овощи с овощами. Вот овощные же как раз вот. Вот, я вот жду. А вы готовите голубцы, кстати? Если честно, голубцы особо нет. Нет, я вот перцы фарширую еще более-менее, а так голубцы нет. Только потому, что почему-то дети не любят капусту. Вот, не тушеную, не вареную. Я обожаю тушеную капусту. Ну, вот, видишь, мы тоже... Я жареную люблю капусту. На масле. Такую румяную. А я люблю квашеную. Капуста наша, все. Кстати, да, вот белую часть капусты используют еще для самого популярного корейского блюда. Да, острое такое. Квашеная капуста, кимчи. Есть такое дело. Так. Ее квасит, она получается очень острая. И подается обязательно каждому блюду в Корее. Прям приносит, я обязательно не учусь. Потом что нужно делать? Так, берем посуду. У нас либо может быть глубокая сковорода, либо кастрюля. Да? Так. Ты понимаешь, у нас большая семья, и на такую сковороду мою... Ну, это я просто... Знаешь, что надо наделать? Это я просто показываю. Так, и выкладываем сюда обжарку. Не для... Это, возможно, не для начинки. Это не для глупцов. Да. Ты знаешь, я все равно покиваю головой, сделаю ровно наоборот. Я это положу внутрь. Выкладываем нашу обжарку. Можно сделать ее, как я уже сказала, из заморозки. Прямо как запеканка тогда получается? Нет. Это мы готовим на плите. Тушим в течение 45-50 минут. А вот в этой посуде можно, да, на газовой плите? Да, конечно. Но не в этой посуде. Это посуда для запекания. Ну, запекают тоже. Так. Запекать тоже можно. Кладем наши голубчики. Выкладываем наши голубцы сюда. Так вот, чтобы они друг к другу, да? Вот у нас. Так. Получилось. И сверху выкладываем дальше нашу обжарку. У вас бывают, когда вообще не хотите готовить? Когда я не хочу готовить. Да. Такое может быть или нет? Ну, конечно, может. А если вы через силу готовите? Если через силу там готовите, да, на вкус? Нет, через силу я никогда не готовлю. Никогда, да? Нет. Потому что любимое дело, оно на то и любимое. Конечно. Ты вроде не хочешь делать, а потом втянулся и все. А доставкой пользуетесь едой? Ну, иногда пользуетесь. И очень оцениваете, да? Ты понимаешь? Вот именно что оцениваю. Тот, кто пишет книги, он уже и читает чужие книги. Тот, кто точает сапоги, все-таки покупает сапоги и чужесторонних производителей. Мы выложили сверху голубцов вторую часть обжарки. Ее можно делать с морковку с луком, да, и смешать с томатной пастой. Две столовые ложки томатной пасты добавить, либо взять любую заморозку овощную, туда тоже добавить томатную пасту, немножко это потушить на сковороде, получается у нас вот такая обжарка. А в готовом виде какой? Так, и сверху обязательно заливаем водой, чтобы она немножко покрыла, ну или дошла вот до верха голубцов. Вот, и все. И отправляем на плиту на 45-50 минут с закрытой крышкой на медленном огне. Получается у нас вот такое блюдо. Красота. Вот такая красота. Ух ты. Я проверила, что голубцы такие обычные, такие из капусты. Из пекинской капусты. Такие маленькие. Аккуратненькие. Аккуратненькие, да. Самое такое весеннее блюдо, можно его украсить зеленым луком, какой-нибудь зеленью. А рецепт в инстаграме у меня стоит со вчерашнего дня, потому что я его попробовала уже. Поэтому подписывайтесь на вкусную шкатулку девчата и Ренат, готовьте вместе со мной, и все у вас будет отлично. А, ну еще теперь читайте книги, потому что мы же, да, вооружены новыми знаниями. Как бы теперь будем читать больше, лучше веселяй, главное применять это все в жизни. И вакцинировать детей надо. И вакцинировать детей. И родители своих вакцинируйте. Читаем, готовим, вакцинируемся. Вот три главных правила сегодняшней программы. Хорошего дня, хорошей недели. Пока. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!